Диспансеризация За последние 10 лет, по данным диспансеризации, количество детей, страдающих миопией, увеличилось в полтора раза. На что надо обращать внимание родителям, когда у детей начинает развиваться близорукость? Дети могут тереть глаза, жаловаться на какой-то дискомфорт, дети могут жаловаться на головные боли, повышенную утомляемость. Как же развивается близорукость и в чем ее причина? Когда ребеночек растет, у него растут все органы, в том числе растут и глаза. Избыточный рост глаза приводит к удлинению передней и задней оси и формированию миопии. Также повышенные нагрузки в школе, повышенное напряжение детей, наличие стрессов могут приводить к развитию близорукости. Ситуация с COVID-19 в последние годы, когда почти все школьники и студенты перешли на дистанционные способы обучения, значительно увеличила поток родителей и школьников к нам на обследование в связи с жалобами на ухудшение зрения. Поскольку вылечить близорукость невозможно, необходимо контролировать ее развитие и проводить профилактику ухудшения остроты зрения и профилактику прогрессирования близорукости. Нельзя подносить гаджеты или книги очень близко к лицу. Необходимо соблюдать расстояние до поверхности чтения, это 30-40 сантиметров. Также нельзя читать лежа или в движущемся транспорте. Необходимо, чтобы освещение книги было достаточно хорошим. Необходимо делать прерывы при работе за компьютером каждые 20 минут. И через каждые 40 минут делать специальное упражнение, так называемую гимнастику для глаз. Нужно соблюдать режим дня. Дети младшего школьного возраста должны спать не менее 10 часов ночью. И дети старшего школьного возраста могут спать 8-9 часов. Стоит отметить, что те дети, которые занимаются в спортивных секциях, имеют нарушения со зрениями меньше, чем те дети, кто не занимаются в спортивных секциях. И ежедневно необходимо проводить на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Уважаемые родители, помните, что здоровье и зрение детей в ваших руках. Дети самостоятельно не могут адекватно оценить, хорошее у них зрение или плохое. Для них все является нормой. Поэтому раз в год надо проверять у офтальмолога зрение всем детям, даже тем, кто не жалуется на ухудшение зрения. Если уже выявлена близорукость, то необходимо, чтобы ребенок видел хорошо, и мы назначаем коррекцию. Это могут быть или очки, или контактные линзы, в зависимости от того, что для вашего ребенка более подходит. Как правило, это могут быть и очки, и контактные линзы. В Хадасе мы назначаем соответствующее лечение для того, чтобы близорукость не прогрессировала. Назначаем специальные лечебные капли. Или рекомендуем назначение ночных ортокертологических линз. Очень многие родители переживают, не испортится ли зрение у ребенка при назначении очков. А правильно назначенные очки никогда не испортят зрение ни ребенку, ни взрослому человеку. Будьте счастливы, здоровы, используйте все свои возможности на 100% всегда. А мы вам в этом поможем. Ах, хорошо. О了. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Всё.